привет народ с вами снова сегодня с вами я евгений пугач сегодня хотел бы поговорить про такую одну интересную тему алкоголь и бариатрия алкоголь бариатрия а чё так можно было я вам хочу рассказать свой опыт как вы знаете я повторюсь и буду повторяться в каждом видео я не врач и не доктора не могу давать никакие медицинские советы но только могу давать вам делиться с вами своим опытом а делать что-то или нет решаете только вы это ваше право и ваш выбор я не имею права никаким образом сподвигать вас на какое-либо действие или бездействие теперь будем с вами говорить о алкоголе святое да как же можно ли бухать и нельзя бухать ребят давайте на начале расставим все точки над йо мы идем делать бариатрическую операцию не для того чтобы мучиться для того чтобы жить и жить лучше поэтому когда у меня спрашивает джинек а можно это кушать или нельзя спрашиваю в группе на скажем так на ватсап которая есть и можете у нее присоединиться пожалуйста и не только прошу джинек что нам можно я когда это слышу это про меня просто это взрывает мозг я прекрасно понимаю это у человека нам принципе бариатриком нельзя хурму так и в цитрусовых вот это вот белые перекладинки почему и хурма и белые перекладинки могут нам просто сделать немножко как правильно русском забить проход и надо будет идти в больницу прочищать это также может быть у здоровых людей те кто не делали бариатрическую операцию поэтому ребята нам можно все вопрос сколько этого всего мы можем съесть да и для чего это нам дам пример у нас скоро в израиле про есть праздник песок если такие классные печенюшки такие печенюшки это кокос кокосовая стружка из нее сделали такие вкусняшки и залито шоколадом вкусно нафига нам не надо что делать операцию чтобы жрать еще раз я их любил свое время но я могу съесть одну зачем кушать 10 могу съесть одну теперь на тему алкоголя прекрасно с вами понимаешь что мы сделали эту операцию и нам после операции советовали врачи придерживаться некого я не буду говорить слово диета я ненавижу слово диета потому что когда мы говорим диета она как правило не работает мы говорим образе жизни образе питания как состоит меню бариатрик будет следующих видео обязательно дождитесь его подпишитесь ставьте лайки и дизлайки тоже очень важны вопросы задавайте обязательно обязательно мы должны кушать большинстве своем это белок до овощи если остается место для углеводов то углевод теперь сахар много сахара нам желательно чем меньше сахара тем лучше к примеру я пью кофе поутру я пью кофе без молока черный молотый арабский называть его как хотите я пью кофе утром и днем пью и вечером пью я пью без сахара если хочу как-то потластить немножко да я могу ставить что ты ну какой заменитель сахара теперь по поводу алкоголя вино водку я не пью и все почему этих продуктах не просто много до хрена сахара поэтому что делает товарищ жени евгений пуч и этот совет возьмите себе на заметку если я хочу бухать я беру стаканчик ну скажем вот такой вот пусть будет такой наливая вот вот столичка столичка вискарика теперь сейчас каждый днём надо же это закусить а вот тут вот ловите лайфхак как сделать вкусный виски берете покупаете виноград виноград замораживайте в морозильнике и когда вы наливаете немножко виски кидайте туда три-четыре виноградинки заморожены зачем это надо что это сделать первое это вам охладить напиток не теряя его вкусовые качества потому что если вы кинете туда лед лед это вода вода попадает в ваш любимый напиток и вкус теряется а когда вы будете потихонечку пить смаковать вас потом в конце концов через пару минут будет чем закусить а фрукты скажем да и виноград все скажем съедобное такое что содержит сахар немножко то нам можно поэтому вы сможете хорошо выпить и закусить теперь обязательно тем кто делал шунтирование как я потому что когда я делал слив у меня не было такого я в свое время любил выпить еще раз я не я не было алкоголика не был бухарем я мог хорошо выпить и любил это дело но я не я не помню чтобы я сидел я с каким-то другом одним и жрали тупо водку нет мы любили что-то прикольное даже если это водка была хорошая водка если это был виски это был столько хороший виски если было вино это было хорошее вино ну я не говорю про молодость по молодухи много чего было достали взрослеем немножко поняли что надо переходить на немножко другой уровень так вот если сегодня день день когда я пью даже чуть-чуть мне бошку сносит так что ой ой почему те кто делают шунт должны помнить что у вас практически сразу еда или жидкость которую вы принимаете внутрь она не проходит через желудок она просто тупо попадает в кровь поэтому опьянение происходит очень быстро но плюс этого всего что вы отходите тоже быстро вот я помню на праздник новый год который был меня позвали друзья моего типа типа отмечали и решил немножко немножко хряпнуть ну после третьей рюмашечки вот такой вот водки я уже лежала мне было хорошо чтобы я когда-то после 3 рюмки рюмки лежал ну сегодня это так может быть возраст дает о себе знать но три рюмки и все будьте к этому готовы с другой стороны это хорошо экономно можете экономить на алкоголе купите одну бутылку и будете ее смаковать очень долго долго-долго-долго помните мы делаем операцию чтобы чувствовать себя хорошо мы не должны заменять удовольствие жизни наркотиками алкоголем или еще какой-то дрянью давайте если у нас появляется энергия и силы будем вкладывать ее в себя любимого или в себя любимую мы просто с вами возьмем какое-нибудь хорошее активное хобби будем его развивать и наслаждаться помните наслаждаться прежде всего с вами был Евгений Пугач до новых встреч пока